Он улетел, но обещал вернуться! Карлсончик, дорогой! Обожаю Мэтью! Это как раз компресс. Ах, красавчик! Именно то, на чем Мэтью летал через океан. Терри продал квартиру, чтобы купить вертолет и яхту. В итоге он летает на вертолете и живет в яхте. Еще у него есть кипистрель. Чит-то-крыть-то! Чит-то-маргарито-та! Друзья, вот настоящий воздушный мопед. Анархия, мать порядка! Вот он! Мэтью! Здравствуйте, глубокважаемые любители летных видов спорта! Это великий человек, и о нем будет ролик. Друзья, мы в гостях у Мэтью. Это легендарнейшая личность. Человек, который летал через океан, через полпланеты, из Европы на Американский континент, в Канаду, и потом еще на Аляску, и потом на Чукотку. Вот, вот с этого места взлетал его вертолет. Собственно, о вертолетах будет речь в этом ролике. А еще больше будет о моем друге Мэтью. Он совершенно, полностью, наголу, сумасшедший чувак. Ну, я его обожаю. Я думаю, что после этого ролика и вы его полюбите. А это его домик, где он собирает вертолеты. Это жираф, которого Мэтью сварил из металла, потому что он считает, что жираф самое совершенное животное. Это начало потрясающей мастерской. Кстати, это парамотор. Я на нем летал. ПОДПИСЫВАЛЬНЫЙ СИГНАЛЫ ПОДПИСЫВАЛЬНЫЙ СИГНАЛЫ Попробуйте, если вы в зерновании. И просто уважайте, что в воздухе очень... Я понимаю, что в воздухе не было. В воздухе не было. В воздухе не было, но вы везде, вот здесь. Да, какой лучший лендинг в этом месте? Для меня, вы можете лендинг здесь, везде. Но если вы не чувствуете, вы везде, 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 вверху, на другую сторону. Да, если вы не чувствуете, то есть, везде. Да, если вы не чувствуете, то есть, везде. Ну давай, пока ты не остыл. Это было офигительно. Ибо, во-первых, просто вот это вот... Туда плавно поворачиваешься. Ручка газа просто офигенная. Запас по тяге... О-о-о! Зверюга! 24 метра летит, как песня. На высоте 1100 метров еще мы находимся. Да, высота 1100 метров. Конечно, в воздухе просто расколбас, потому что ветер дует. Ты видел меня? Останавливало. Ха-ха-ха! За любые деньги. Вещь! Вот это просто реально. Вот это вот, вот это то, что есть удовольствие. Была еще погода хорошая. Видите, как я нагло в чужой дом врываюсь. Оп! А вот они, вертолеты. Хе-хе-хе! Вот смотрите, какая красота! Как можно жить? Вот мне этот ролик, наверное, вам будет интересен тем, как человек может осуществлять свою мечту. Вот сборочный цех. Это обычный городочек французский, Барселанет. В этом Барселанете, вот, Мэтью сам построил вот этот дом. Ну, понятно, что они не все своими руками, а с помощью, как сказать, друзей. И вот здесь собираются вот эти вертолетики. Производятся эти вертолетики в Италии. Ну, делаются какие-то наборы. Потом, видите, вот такая вот штука сюда раз попадает. И благополучно... Видите, как интересное решение. Такой потолочек. Чунь! О, это, кстати, котел для того, чтобы сжечь что-то. Туда кидается все, дрова, и дальше все-то горит. Хе-хе! Вот такое огромное количество счастья. И потом вертолеты медленно перемещаются из помещения в помещение. Обрастают, так сказать, запчастями. И выходят. Слушайте, прям очень удачно мы зашли. Места нет свободного. Один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Вот, кстати, на этом, похоже, сегодня мой друг полетает. Есть шанс. Я-то уже налетался. Я летал очень много на таком рано-ботике. Вот, и я налетался настолько за сезон, что у меня уже от полетов... Не поверьте, друзья! Ну, это как бы мне говорят, волков, а как ты полетишь? Слушайте, можно я денечек не полетаю, отдохну? При этом я хочу летать. У меня вот вчера буквально я с учеником летал, и погода была очень слабая. Такая кислая, дохлая, и вот практически не летится. И тут вот этот поточек какой-то взял еще чего-то. То есть вот это проявление искусства, когда ты за счет своих знаний сможешь держаться в воздухе, это самый большой кайф. И поэтому меня спрашивают, как ты, готов пожертвовать днем полетов, провести экскурсию? Да, готов! То есть Мэтью сегодня на нас согласился принять. Я с удовольствием просто покажу вам этого легендарного человека и его совершенно волшебную фабрику. Вот, вот это, наверное, фотографий очень много говорит о Мэтью. Фулл хрейзи! Мэтью, ты создавал ОЗОН. Да, это очень старая история. С Джон Пендри, английский человек, с Брюс Голлсмит, другой английский человек, и Петер Бринкобик. Это очень старая история. ОЗОН является очень большая компания. И когда мы начнем, мы только несколько человек. Но нет, ОЗОН является очень большим, большим человеком. Я начал работать с ОЗОНом, я думаю, 20 лет назад. Да, но ОЗОН только 30 лет назад. Я не очень старый, да? Но я не виноват. Я не виноват. Друзья, я могу сказать, что все, что у меня есть в жизни, частично этим я обвяжен Мэтью, потому что он изобрел ФЮМОЗОН, но я долгие годы продавал парапланы фирмы ОЗОН и, в принципе, заработал на этом приличные деньги. Ну, такой вертолет я не смог купить. Купил всего лишь планер. Правда, он два раза дороже этого вертолета. Но это белочек. Он каждое утро ходит, вот там на склоне есть стартовая площадка, и он там 7-8 часов утра или еще раньше идет пешком, принципиально пешком, и на сверхъемком парапланчике фирмы ОЗОН летит. Мало того, Мэтью основатель фирмы ОЗОН, то есть он один из отцов основателей, и в какой-то момент, когда ему не понравилось, что делает фирма ОЗОН, он продал все, стал обычным дилером на всю Францию, правда. И вот на вырученные деньги он построил вот эту вот шалешечку. Сейчас это вертолетный завод, по сути, сборочный. Чтобы вы понимали, это ультралайт, то есть вот этот вот парапланчик весит, ну, смотрите, я его сейчас на мизинчик вот так раз, вот. Здесь, ну, килограмм-полтора. И это полный комплект для того, чтобы спрыгнуть с горы. Я не уверен, что Мэтью берет шлем, хотя бы я вам шлем советовал. Ну вот, соответственно, палочки и тысяча метров превышения и полет. Человек каждый день летает на вертолете, мы только что с ним обсудили, что мы оба летаем тысячу часов в год. Он на вертолете, я на плане, так он еще и, получается, на параплане летает каждый день, то есть больше, чем я. Надо брать себя в форму и каждый день ходить на Рамбор прыгать. Ну, не уверен, что я так смогу. А на таких машинах Мэтью ездит в горы, чтобы запускать своих учеников на парапланах. И, друзья, самое интересное, делать это он без водительских прав. Десять лет назад каким-то образом он лишился прав, и решил, вообще он очень свободолюбивый человек, и он решил, ну ладно, ну нет, но это же то, что нет прав, не дает мне. Право, точнее, не лишает меня, право водить машину. И он решил водить машину без прав. И сейчас он уже здесь вот человек, который десять лет ездит без лицензии, так сказать, водительской, и чувствует себя прекрасно. Мало того, он недавно буквально двадцать лет назад показал видео, как он летал с каким-то очень важным генералом как раз вот в той области. Ой, это я не к тому, что призываю вас, как это, ездить без прав, это я к тому, что вот у человека кредо в жизни, я хочу свободы максимальной. Я считаю, что я могу это делать, и он умудряется это делать. Вот, посмотрите, у него каким-то образом получается жить, как ему нравится. Вот, и я не знаю, это, наверное, талант какой-то огромный. Я думаю, вам интересна история вот этих вертолетов. Собственно, я сам ее не знаю. Я вот так чуть-чуть покажу. Началось все вот с такого аппарата, в котором посадка последовательная. Ну, здесь какой-то ремонт идет, поэтому ничего не понятно. Здесь получается так, что пассажир сидит над пилотом, или пилот сидит над пассажиром, или вообще это одноместный вариант, я так и не понял. Но сама идея была, что это достаточно доработанный ротокс, мощный. И пошла там штанга, хвост, в общем, все как обычно. Весь основной нюанс это в роторе. Ротор изобрели этот в Аргентине, инженер. Потом братья, которые производят эти вертолеты, они капельку воспользовались этими изобретениями. Я не знаю, разборку их вот эту вот, так сказать, юридическую. Но дальше это все начало делаться. И следующая версия была уже двухместная, как вы видите. Вот она. Вот это 149 номер у этого вертолета. Собирают это, поднимают совсем новое, еще не красили даже. Вот это вот на обслуживании находится. И, соответственно, вот версии 2, карбюраторная. Карбюратор хорош тем, что просто как валенок. Но там есть нюансы с запуском. Допустим, там нужен этот корректор, там для лето поля, в общем, свои нюансы. И вот версия инжекторная, когда напрямую впрыскивается топливо, и все предельно просто и более надежно. Как это все собирается? Ну, вот так. Вот приходят киты из Италии. Дальше это все раскладывается. Идет куча булочков. Вот вы видите эту мастерскую. В ее, так сказать, максимально живом, но не рабочем состоянии, потому что здесь работников нету, потому что сегодня выходной. Но вообще, как оно все выглядит? То есть половина этих вертолетов на обслуживание. Какая-то сейчас собирается. Это вообще летает. Вот мы сейчас выкатим и, может быть, полетим. А может и не полетим. По конструкции, конечно, жалко, что я вам много чего рассказать не смогу. Я не специалист вот в этих всех аппаратах. Я знаю лишь только то, что здесь совершенно шикарно реализовано все. Это охлаждение. Все подобрано, все красиво. То есть все работает. Он легенький. Вот это ультралайт. То есть на него, что интересно, во Франции не требуется. Ну, лицензия требуется как раз, сверхлегкая. Но она очень простая. И вот такой аппарат ты собрал. Дальше ты его поставил, задекларировал. Такой же, как пестрель. Дальше говоришь через два года, что у меня есть вертолет, и он летает. И все, тебе не нужно делать какие-то там проверки, не нужно какие-то бумажки, бюрократии, еще чего-то. Ты говоришь, да, он, вот я его зарегистрировал, что регистрация предельно простая. Я на нем летаю. Все. Никакого налога транспортного. Налог транспортного уже вообще-то в цивилизованных странах в топливе находится. Все. Полная свобода. Арвиной, как ты походишь? Друзья, мой друг Арменес, он планирует полетать на этом вертолете. Думаете, мы просто так сюда приперлись. Еще и хочется полетать. И вот на каком? На вот этом, вот. Судя по всему, на него двери ставят. На самом красивом. Мы очень ответственный человек. Он, несмотря на то, что без прав ездит на автомобиле, он всегда проверяет летательный аппарат. Вот, кстати, вот эти кнопочки интересные. То есть, тук, щелк и поворачивается. Это так вопрос о том, почему у меня болтик открутился и управление заклинило. Потому что все нормальные вещи, они вот таким образом. Щелк и законтрилось. Щелк и защелкнулось. Давайте я все-таки одним глазком вам конструкцию покажу. А то стыдно мне стало, что я такой инженер и ничего сказать не могу. Это бак. Вот вы понимаете, как устроен бак. И обычная пластиковая канистра, в которой все заделывается. Это редуктор. Ротор. То есть, прямая передача с двигателя идет ремнем. То есть, вот силовой ремень. Вот он сейчас рассоединен. Потом он как-то натяг... Ну, то есть, двигатель заводится. Тарахтит некоторое время. Потом ремень натягивается. Насколько я могу понять. И ротор сцепляется непосредственно с движком. Ну, и раскручивается. Двигатель. Это Rotex. 914 вариация. То есть, он, конечно, переделан. Это называется как EPT, что-то там, Power. Да. Доработанный. То есть, большая мощность снимается. Естественно, когда с двигателя снимается большая мощность, приходится больше думать об охлаждении. Охлаждение здесь принудительное. Видите, стоят красивые вентиляторы с карбоновым обтекателем. Что интересно, вот эта рама под давлением. То есть, здесь давление внутри газа. И стоит манометр. И если в этой раме где-нибудь образуется трещина, система сигнализации орёт. Ой-ой-ой-ой-ой. Помогите, спасите. Мы все умрём. Вот. Ну, проводка как сделана. Вот здесь куча проводочков. Я видел, как это всё проматывается аккуратненько. Классический автомобильный разъёмчик. Ничего сложного. Ну, красиво. То есть, сделано всё аккуратно. Я бы так сказал, по авиационному. Ну, кстати, как устроена эта штука. Щёлк-щёлк. Специальный такой на заклёпочках. Заклёпано. Привод на задний винт. Вот такой. Пему. Вал внутри. И дальше идёт, 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 идёт. Вот там два подкосика. Дальше редуктор. Так мне будет вот туда не провалиться. Видите, здесь все запчасти лежат. Вот с этим кожужочком. Красивый, согласитесь. Угольный, тоненький, ажурный. Чтобы не стукнувся хвостом. И вот маленький хвостовой редуктор. Видите, тоже произведение искусства. Можно сказать. Очень аккуратная. Нашёл вам, как редуктор выглядит. Вот такое вот косозубое соединение. Парочка мощных подшипников. Красота. Металлический, не пластиковый. На заклёпочках. Не знаю почему, но, видимо, есть на это свои соображения. Это турбинка, кстати. Турбина нужна на этом вертолёте для, ну, понятно, повышения мощности. А ещё она даёт ему высотность. То есть, это настоящий горный вертолёт. В отличие от кучи Робинсонов, которые высоко не летают. На этом очень высоко можно в горах подниматься. Собственно, одна из причин, по которой его покупают. Ну, вот воздушный фильтр, как выглядит. То есть, как видите, ничего такого сверхъестественного. Но это реальный воздушный мопед, который можно, много в нём можно чего обслуживать самому. Понятно, что не пообслуживаешь винт, потому что балансировка винта – это ответственнейшее дело. Но, например, там что-то тут, какую-нибудь жидкость поменять, хотя бы понюхать, что тут творится. Это вполне реально. Аккумулятор там поменять, не знаю. Понюхать его. Аккумулятор там поменялся. Аккумулятор там поменялся. Аккумулятор там поменялся. Друзья, я хочу сказать, что дом Мэтью построил, в этом весь Мэтью. Вот в том, что как вот это всё сделать. Как мы тут у него жили, спали, ели. И сейчас даже нас накормил. Пригласил. Представляете, вот я поехал вертолёт показывать, ещё поел на халяву. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Повторю, что эта рама под давлением. Ты знаешь, как там был манометр, который сродо... Как это литовичное давление? Слегис. Слегис. Ага. Ага. Ты вот, я его бюст кукурношески. Ты ещё и сродо сродо. И ты же носик от реки журят. Кукурт кукурт кукурт. О, хорошо. Что, дело с огумой, весь к слабой горой. О, обтекатели стали делать красивые углепластиковые. Раньше просто трубки были. Фирма постоянно модернизируется. Постоянно что-то добавляет новое. Потихонечку и красивенько. Вообще, конечно, штуки потрясают. Если б я себе покупал вертолёт, только такой. Потому что воздушный мопед. Сел, дры-дры-дры, полетел куда хочешь. Я, конечно, больше планера люблю. Не скрою. Но вот когда у тебя в этом доме стоит такая табакерка, и ты можешь в неё сесть и слетать к другу, наверное, это очень впечатляет. Так, давайте вам Мэтью дом покажу чуть-чуть. Одним глазком. Видите, какая лестница, какая она. Вот в этом весь Мэтью. Придумать такие вот кронштейны. Сделать такую лестницу. А здесь мы, в принципе, спим иногда. Ну вот, самый верхний этаж. Этот дом он сам спроектировал, сам нарисовал. Помимо того, что он инженер прекрасный, он ещё и прекрасный, я так понимаю, архитектор. Мне, например, дом его очень нравится. Но он тут не живёт, на самом деле. Живёт он, друзья, не поверите, в таком домике, сделанном из старой лилии электропередач. Такая вот конусная конструкция из бетона, в которой внутри, в этой башенке сделано, высоко в горах, сделано такое жилище. Ну, это один из его домиков. Я про все даже не знаю. Вот эти рамы, которые, соответственно, находятся под давлением. Вот она вся рама вертолёта. И здесь где-то вкручивается манометр, накачивается воздух. Я так понимаю, что вот тут как раз Мэтью спит. Мне кажется, спать в таком месте с видом спит, а потом идёт в горы летать на параплане. О! Патефон или что это? Я Мэтью больше всего уважаю за вот такой значок. Ой! Он тоже определённым образом относится к войне и к тому, что всё происходит, что происходит. Я думаю, что любой здравомыслящий человек относится определённым образом. Эх! В такой ситуации, когда я вижу такое производство, у меня всегда возникает огромный вопрос. А почему в определённых странах такого нет? Почему не может найтись человек, который спокойно будет вот так сделать такой ангарчик и будет делать вертолёты для людей, которым это нравится летать? Его не будут, не знаю... Человек без прав 10 лет ездит. К нему не будет приходить какие-то злые люди, депрессовать его, там что-то отбирать, просить чем-то делиться, ещё чего-нибудь. У него будет свобода брать и творить. И мало того, государство будет давать ему свободу ещё летать спокойно на этих вертолётов. То есть, повторю, вот эта штука регистрируется просто письмом. То есть, вот, ведётся письмо, пишется... Я сам так плане самолёт регистрировал. Делать фотография, пишется письмо, что собрано на основании такого кита. Дальше ты получаешь документы лётные, там, свидетельства на этот аппарат. Ты летаешь. Никакая там... Не знаю... Никакие злые инспекторы. Никто к тебе не лезет. Никто к тебе прибор не проверяет. Вы, конечно, скажете, что это раздолбайство волков, что все убьются на них при таком отношении. Как же, если, значит, не проверит Росавиация, что летательный аппарат летать перестанет сразу? Нет, друзья. Он просто будет дешевле, и его эксплуатация будет стоить значительно меньших денег. Вот. Поэтому вот страна, в которой авиация развита... Как это? Дай Бог, каждый. Может быть, стоит сделать так же? Не закручивать гайки максимально, не усложнять всё для конкретно этого сектора лёгкой авиации. То есть лучше уж гайки закрутить для самолётов, которые в поля вечно приземляются. А именно вот. И вот это рождение огромного количества пилотов, это рождение огромного количества лётных мест, рабочих мест, просто база, основа определённого сектора экономики страны, её развития вперёд. Ну, я думаю, что нужно всегда задать вопрос, а кому это нужно? Людям? Наверное, да. А тем, кто качает нефть и деньги из ведра страны, делит их спокойненько? Наверное, нет. Это неправильно. Друзья, пока я тут лазил и рассуждал об экономике, вот как выглядит выезд из ангара. Опаздывает меня! Уже заводят вертолёт! Нужно сначала покрутить. Теперь он завёлся. Я знаю, как двигатель делает. Я знаю, как я поставлю ключ. Игорь, просто уважайся. Блэда не очень тяжелая. Ага. Очень широкая. Я не буду ставить твои руки вверх. Просто так. Потому что я знаю тебя, и с камерой... Нет, 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 нет. Окей. Мне говорят, Игорь, не псуй винт в камеру. Ну, мотор завёлся. Как вы видите, работает всё прекрасно. Ого! Начинает курить золопости. Как раз сцепляется эта муфта. Муфта сцепляется, видимо. Чим-чим-чим. Обожаю этот момент. Когда чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Ну, Мэдди что-то рассказывает Арминусу. Я тоже люблю рассказывать много чего. Ну, он очень ответственный инструктор. В отличие от того, как он ведёт себя на дороге, в полёте это просто бог. Только для вас контент-огонь. Рискуя жизнью, снимаю из-под вертолёта. Честно говоря, страшно, когда над тобой такая лопасть носится. Мама! Помогите! Я только верю в Мэтью! Мунезан! 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 Мунезан!! Мунезан! Он улетел, но обещал вернуться. Карсончик, дорогой! Опожаю Мэтью! Приближается буря. Ха-ха-ха! Я, кстати, не драматизирую. Действительно, гроза. Слышите? На горе Дормью стоит. Вот там озеро Серпансон. Здесь как раз... Слышу, кто-то жужжит. Опа! Вот он. Ого! Великан. Я говорю всегда, Мэтьё, это еще тот проказник. Я по сравнению с ним просто дитя. Щенок. Друзья, если я его сейчас упрошу рассказать историю, как он летал на Чукотку отсюда, представляете, отчуда долететь до Чукотки. Можете представить такой маньяческий поступок? А ведь он был. Но эта река была 10 лет назад, 12 лет назад. И я решил, чтобы поехать в Оскошку, в стране. И я просто сделаю специальный танк для машины. И я снялсь здесь. И я сказал моим парень, «Нет проблем, если вы все время на левую сторону, вы вернете на левую сторону. И я сказал, я пойду по этой стороне, но я пойду по этой стороне. И я здесь. И после, когда у меня в Американском государстве хотел бы меня держать, и он сказал, «Нет, это не председатель, чтобы поехать здесь, как вы делаете». Но я начался в начале, и я пришел в Канаде, Канаде, Беринге и Руссия. В 3 часа. В 3 часа. В 3 часа. Я думаю, вы напишите в комментариях, пожалуйста, огромное спасибо Мэтью. Он на самом деле многого не рассказал. Давайте я немножко... Ну, во-первых, что он сделал, для тех, кто по-английски похуже поднимает. Он перелетел, он любит свободу. И вот он летел, решил, что полетит отсюда, через весь мир, ну, улетит на восток, вернется с запада, или наоборот. И сделал это. Действительно, он долетел до Соединенных Штатов Америки. Там ему насчитали огромный штраф, 20 тысяч долларов. И он сказал, что заплатит завтра. Ночью побегал, набрал топливо в вертолеты, и дунул уже дальше на Чукотку. Ой, на Чукотку, в Канаду. Потом через Аляску, и долетел до Чукотки. На Чукотке у него что случилось, развалился подшипник. Он также нелегально совершенно пересел границу, ни с кем ничего не согласовывал. Но он искренне считает, что он имеет право, он житель планеты Земля, и он хочет летать так. Вот кто ему запретит? Уровень, на котором никто не запретит, он в 19-м году был в Москве, и он в 19-м году пересек на вертолете Москву насквозь. Просто с одного конца, с другого. Не знаю, чей это вертолет, не буду рассказывать. Не знаю, как он его добыл, как он взял, где заправился, как взлетел, но я только что видел видео про лет через центр Москвы на легком вертолете. Как вы видите, контроль. Это еще тот. А чем уже та история закончилась? Развалился подшипник, он оказался в болотах, шел-шел, достал спутниковый телефон, позвонил знакомый, в Москву. ТАСС поселил, а ты где? Он говорит, на Чукотке. Ну и дальше всех на уши. Его забрали пограничным вертолетом, как он говорит, пытали. Ну действительно, там светили лампой в лицо, там допрашивали цель задания, кто допустил, кто разрешил, кто... и так далее. И он говорил, что его поселили в тюрьме. На самом деле, это офицерское общежитие, как оказалось было. У него много всевозможных впечатлений. Его отпустили через некоторое время. Через некоторое время ему, его вертолет назад доставил контейнером его друг, который, вот, узнает кучу людей. И, соответственно, эта куча людей с ним летает. И вот через два года как-то вертолет там остался. Был здесь ученик у него, какой-то магнат, так сказать, контейнеровозный. И Мэтик говорит, у тебя есть мечта? Он говорит, я хочу свой вертолет назад из России. Он говорит, сейчас, пару звонков, вертолет в контейнер, граблем и сюда. И я на нем летал свой первый раз в жизни на вот таком маленьком вертолетике. Я летал на отцовом самом вертолете и на компрессе, который, соответственно, Мэтью притащил назад из Чукротки. Легендарная штука. Как ему хватало топлива, спросите. Там была переделка, был дополнительный бак сделан, то есть вместо пассажира. Естественно, топливо было там по максимуму. Мечты сбываются. То есть, если человек мечтает и хочет что-то сделать, он берет это, ну и по сути делает. Посмотрите на Мэтью. Настоящий боевой энергист. Он здесь тоже долгое время в этой долине летал без документов, года два, когда эти только вертолеты получились. появились. Только что мы были недавно в одном сарайчике, где первый вертолет стоял. Так вот, в тот сарайчик туда, вот сейчас там стоит три звонобода друг с дружкой. Тогда он был сделан для одного и Мэтью летал, а здесь же аэродром недалеко. И все заявлялись, откуда вообще вертолет взялся. И полиция его пыталась поймать. Два года не могла. Потому что он раз, сразу сарайчик открыл, чпок туда вертолет. Где вертолет? Какой вертолет? Ну и все тут местность обходят. Сарайчики, сарайчики. Никто не может поверить, что в каком-нибудь сарайчике стоит вертолет. А люди здесь хорошие, стучать никто не стучит. И, как вы видите, можно, можно сказать, даже достаточно зарегулированной Европе спокойно быть анархистом. За что я Мэтью обожаю. Он мой кумир. Друзья, посмотрите на этот чудесный рисунок, который полностью передает саму идею Мэтью. Один хороший мальчик, Андрей, нарисовал вот эту картину в подарок Мэтью. И он изобразил Мэтью. Он везде вот это все. Это вот полностью Мэтью. Мне кажется, это правда. Потому что он и на жирафе катается, и на параплане летает, и на вертолете. И вот это вот. Мэтью и его свобода. Я, друзья, не знаю, в какой момент я не то нажал, отрубилась, а запись отрубилась. Но будем надеяться, что я что-то снял. Армина не кейп. Не реалий. Ну, друзья, видно по лицу, что вот эти глаза горящие. Вот, смотрите, вот его. Мэтью волшебник. Сейчас на вертолет накатят специальные башмачки, и Чунг закатит его внутрь. И он будет опять жить в этом замечательном ангарчике. Друзья, ну разве это не счастье? Вот такой домик, сборочная мастерская. Хочешь тут живешь, хочешь идешь вот там на горе, живешь в опору от ЛЭП, или еще в любой доме, который сам построил на горе. Ну, разве это не рай? Я соглашусь, что мне, в принципе, грех жаловаться. Вышел с утра, проехал 3 километра, хочешь на велосипеде, хочешь на мотоцикле, выкатил из ангара планер и полетел. В чем не рай? Ну, вот так и надо, чтобы вы в своей жизни стремились, наверное, превратить жизнь в рай. То есть добиться того, чтобы ваша мечта какая-то, вот летать, она сбывалась, причем сбывалась не с каким-то там ужасом, а вот так красиво, так, чтобы это было еще и, не знаю, эстетично, что ли. Вот это высшая проба. И получается, честно вам скажу, у сумасшедших людей. Я сумасшедший. Мэтью вообще на всю голову. И, наверное, как это была шутка, живут только фанатики, остальные существуют. Но я ни в коем разе не уменьшаю способность других людей жить. Я просто к тому, что за этим стоит, наверное, способность принимать достаточно рискованные решения, ну, относительно рискованные. Ну, не знаю, я там год домики на колесах прожил. Мэтью, когда это все строил, тоже, может быть, там в палатке жил. То есть выкинуть комфорт, выкинуть привычную, там, привычную, там, эту гонку, машины, квартира, дача, еще что-то. А отдаться своей мечте, мечте летать. Это как раз компресс. Ааа, красавчик! Именно то, на чем Мэтью летал через океан. Да, близко к нему не подберешься. Видите, как чешет. Стоит он буквально рядом с домиком Терриным. Домик на колесах. Терри продал квартиру, чтобы купить вертолет и яхту. В итоге он летает на вертолете и живет в яхте. Еще у него есть пипестрель. Ого, вот он сейчас. Ой! Чисто в критер, чисто маргарита, да! Вот он как катание отрабатывает. Вау! Вот он здесь тренируется рядом с полосой нашего аэродрома. Вот здесь кемпинг как раз планерный наш. И место для тренировок Терри. Наяривает кружочки. На камеру работают, наверное. Друзья, вот настоящий воздушный мопед. Что еще сказать? Ну, куда хочет, туда и летает. Ну, разве это не сюда? Эх! Красота! Раздухарился Терри, чувствуется. Ух, раздухарился. Ок! Все. Потом хватило за хвост. Да, вот как их, да. За хвост, да. И потащил, потащил, потащил. Чун! Эгегей! Астаратор! Ой! Это же все придумано! То есть, человек сначала нарисовал этот весь дом красивый, ажурный. И потом раз и сделал. Все, вертолет на парковке. Все прекрасно. Ну, что ж, на этой оптимистичной ноте, как, я за порядок, но умеренный. Вообще, высшая ценность людей – свобода. И если эта свобода не пересекается со свободой других, то это прекрасно. А то, что вам на голову вертолет, некоторые говорят, вот, если будет таких раздолбаев много, вертолет на голову упадет. Да больше шансов, что у вас, не знаю, хронавирус какой-нибудь или еще что-нибудь. Точно не вертолет. До новых встреч, глубоко уважаемые любители лед и вида спорта. До новых позитивных роликов. Цените свободу. Это высшая ценность жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова